Да, ну я поддержу тоже свою коллегу, я согласен, что все-таки административные ответчики, там был один представитель как и губернатора, так и администрации, он не смог все-таки в суде представить достаточно доказательств, подтверждающих, что действия губернатора были законны, а также нормативно-правовые акты МВС, которые мы оспаривали, они вынесены в точном соблюдении с законом. То есть все вопросы, которые ему в принципе в суде задавались, чтобы он обосновал законность принятых решений, он ответить затруднился, он не смог ответить. Ну, однако, нам отказано все-таки в удовлетворении иска о признании незаконными действиями губернатора и признании в части незаконным, недействующим нормативно-правового акта. Мотивы, по которым суд принял такое решение, пока неизвестны, они будут известны после того, как будет изготовлено решение суда в окончательной форме, тогда мы его, конечно, исследуем, оценим и посмотрим, какие будут основания для обжарования данного решения суда. Но, кроме того, в данном судебном разбирательстве удалось обязать представить Роспотребнадзор множество их предписаний и предложений, на основании которых губернатор принимал свои решения. Так вот, по моему мнению, данные предложения и предписания, они абсолютно абсурдны, они не основаны ни на каких исследованиях медицинских. То есть, такое ощущение, как будто это просто было пожелание главного государственного санитарного врача Краснодарского края, которое он изложил в своих предписаниях и предложениях и направил к губернатору. Губернатор, естественно, ему деваться было некуда, он их исполнил. Так вот, задавая вопрос представителю управления Роспотребнадзора, что же все-таки послужило основанием для внесения в адрес губернатора таких предложений и предписаний, представителю Роспотребнадзора затруднилось ответить. Но зато у нас сейчас есть хороший задел, чтобы предъявить иски непосредственно главному санитарному врачу Краснодарского края, что, собственно говоря, я думаю, мы все и сделаем, потому как я считаю, что все эти предписания, предложения были необоснованы и незаконны, соответственно, подлежат оспариванию в судебном порядке. Пока так. Всем спасибо за поддержку, все, кто пришел. Поддержка очень ценна. А вот и все. Поддержка.